Вероника, здравствуйте. Давайте посмотрим вашу группу ВКонтакте, посмотрим, что можно улучшить в ней. Первое, что хочу сказать. Очень большая важность представляет собой этот так называемый первый экран. Расположение аватарки, какая информация здесь, есть ли у нас баннер или нет его, услуги и так далее. Что хочу сказать по поводу аватарки. Аватарка в принципе неплохая. Единственное, что в ней можно поправить, это она уже смотрится как бы несовременно немного, плюс шрифт довольно такой официозный. Но в целом, как бы несмотря на то, что его собрали в такой коллажик, выглядит неплохо. Второй момент, это описание. Тут вы сразу как бы заявляете о стоимости. Я считаю, что это немного неправильно. То есть, тут надо немного представить себя, свои заслуги, награды, грубо говоря, какой-то небольшой резюме. Сколько вы в этой нише находитесь, количество людей, которым вы помогли, количество клиентов. Немного цифр, немного информации о себе, почему вам людям стоит доверять, почему стоит прийти именно к вам. Может быть, у вас действительно там есть крутые примеры работы, когда вы там помогали девчонкам справиться с проблемой на лице. Второй момент, это уже не совсем современная форма услуг. То есть, сейчас в основном делают баннера, которые открываются, и там уже в Вики-странице можно вместить новую информацию в табличку. Но тем не менее, хочу отметить, что сделано тоже довольно хорошо, стильненько. Есть выделение, так сказать, заголовков. Все понятно. Потом идет перечисление процедур. Единственное, ну, не хватает, естественно, каких-то ценников. Но я так понимаю, что не на все вы можете создать объективно сразу цену. Тут надо уже индивидуально поговорить, да, что вы можете выделить уже точно, что нет. Давайте пойдем дальше. Посмотрим, что вам в ссылке. Мануальный терапевт, отзывы наших клиентов, домашние ацепты, я даже смыть не буду. Безделушки, аксессуары, бижутерии. Окей. Ссылка стоит на М. Это надо убрать. Так, я так понимаю, это просто ваши партнеры. Возможно, с кем вы работаете. Это ссылка на обсуждение, да. Отзывы наших клиентов. Смотрите, пожалуйста, отзывы. Так, окей. Потом посмотрим. Смотрите, если у вас есть Инстаграм-аккаунт, обязательно укажите ссылку на него здесь. Здесь группы партнеров, как правильно, несут в себе большой приток новых людей в группы. То есть, это уже не очень эффективно. Поэтому я рекомендую обычно держать ссылки уже только на свою группу, на свои соцсети, на свой бизнес. Либо на свои встречи, либо вот так же на прайсы, на отзывы. То есть, формировать все так. Давайте посмотрим дальше, что мы видим. Мы видим обсуждения. Много обсуждений различных. Для меня важны два обсуждения. Это прайсы и отзывы, которые должны быть. Отзывы вижу. Давайте их тоже сейчас еще раз откроем. Так. Прайса нет. Полный список услуг. Ок. Так. Ну, что могу сказать? Отзывов мало. Я думаю, вы в этой теме, ну, судя по количеству услуг, уже давно работаете. Клиентская база у вас должна быть большая. Поэтому не понимаю, почему мало отзывов собираете. Скорее всего, просто, ну, потом их не прозвалили, не отписывали, никак не связывались. Или не формировали, или не просили оставить их отзыв конкретно здесь. Это тоже надо индивидуально обсудить. Как мы это делаем вообще в своей студии? В первую очередь, когда мастер провел процедуру, через какое-то количество времени он ставит себе напоминалку, связаться там с клиентом, все это зависит от процедуры. Правило, на следующий день у нас, ну, это услуги красоты, да? Все ли хорошо, все ли понравилось, как все прошло, да? Она оставляет тут же обратную связь, дает отзыв про хороший отзыв. Далее, что мы делаем? Мы прислаем ей ссылку вот на этот топик, на обсуждение, и просим ее вот эту информацию, просто можете скопировать, чтобы не напрягаться, или написать там. Если она там через несколько дней увидит, что не копирует, не оставляет отзыв, мы не напрягаем человека, мы просто делаем скриншот в телефоне. То, что она описала нам, мы вставляем в группу. Это тоже подходит, потому что, как правило, люди обращаются по имени, и там ваше имя будет указано, и все-все хорошо. Так, отзывы. Здесь, я так понимаю, идет дублирование, дублирование того, что я видел в меню, причем там оно выглядело лучше, здесь уже как-то вот надо прибраться немножко. Надо прибраться, немного смайлов добавить, потому что они привлекают, цепляют глаз. Ну и, естественно, цены. Вижу, что люди спрашивают, что-то интересуются, да, по крайней мере, там вот в 2015 году. Не было ответа им. Надо, если даете ответ, то есть сейчас человеку, вы здесь обязательно в группе напишите, что ответил в ЛС. То есть люди поймут, что, задав вопрос, они обязательно получат обратную связь. Потому что мы думаем конкретно не об этих людях сейчас, мы думаем о будущих людях, которые будут заходить и изучать информацию в группе. Они вас могут еще не знать. И это нормально. Двигаемся дальше. Так, у нас есть основной альбом с фотографиями, есть фотоальбомы. Давайте зайдем в фотоальбомы. Давайте зайдем в фотоальбомы. Так, окей. Смотрите, то есть, что здесь я бы рекомендовал сделать. Во-первых, все фотоальбомы показывают в основном продукцию. Очень важно показать, в какой атмосфере вы работаете. Немного приоткрыть за навесу этих тайн, где работаете, как кабинет выглядит, как вы выглядите, как вы с клиентами. Делаете вы снимки, да, там, фотографии с довольными вашими клиентами. То есть, ну, сейчас, когда люди заходят и увидят, что у вас идет, ну, там, позитивная, так скажем, движуха, да, внутри вашего салона, где вы работаете, и в том числе и в группе, да, то они, соответственно, тоже потянутся за этими людьми. Тут чистая психология, которой надо пользоваться. Поэтому, кто выкладывает примеры работ с людьми, фотографируется со своими клиентами, с довольными, да, где они улыбаются, качество фотографий хорошие. Те, естественно, пользуются большим успехом на рынке, да. То есть, когда человек заходит, он видит не просто какие-то крема, препараты, а он видит, что в целом, когда, ну, у вас много клиентов, соответственно, там, где много людей, люди туда и тянутся. Я думаю, это понятно. Поэтому этот момент надо очень плотно прорабатывать, начинать. Если опыта не было, можете мне, ну, потом дайте обратную связь, и я расскажу, как это можно по этапу все выстроить на поток. Давайте дальше двигаться. Что у нас? Дальше идут непосредственно посты. Последний пост 25 августа. Так, окей, окей, окей. Смотрите, то есть, все, что я вот сейчас вижу, да, это преимущественно картинки с интернета. Избавляйтесь от этого. Я понимаю, что есть, если есть человек, который будет этим заниматься, в большинстве случаев это люди, которые будут постить картинки из интернета, никак не обрабатывать, не используя собственный личный контент. Ну, это, понятно, причина, потому что они его просто не могут сделать. Тут в этом вам тоже придется приложить определенных усилий. Я бы рекомендовал делать упор не на выкладывание стабильных постов для вот этой небольшой аудитории, да, а все-таки работа над качеством контента, пускай его будет и меньше. Со временем вы научитесь это делать, и все будет просто прекрасно у вас. Какой контент постить? Опять же, это примеры работы. Это вы в студии, да, там, кабинете. Это фотографии с клиентами. Это рассказывать, ну, о каких-то процедурах, просто прикладывая при этом фотографию, там, ну, какую-то живую клиента вашу во время работы, там, в халате, который отображает, там, чистоту. Ну, то есть, подав картинкой правильную эмоцию, зацепив глаз, потому что, ну, вот это уже не цепляет глаз, где-то быстро пробегает. Вот это могут задержаться, да, человек. Так, вроде, как бы, ну, видно ступенью фотографии, но не понятно, что она там из интернета. Вот это же все понятно, что все это интернеты, мемы, вот, и, как бы, они не продадут никогда. Только показывая и доказывая свою экспертность в глазах аудитории, которая вас еще не знает, вы вызовете со временем, ну, у ней доверие, и они при первой же потребности будут знать, к кому обратиться. Но для этого нам надо показать, да, какую-то информацию, да, чтобы решать какие-то проблемы, какие-то проблемы у людей встречаются. И вы думаете, можете думать, что все об этом знают и давно пишут, но на самом деле это далеко не так. Вы соберете просто свою аудиторию, которая станет очень лояльной к вам и будет у вас в дальнейшем покупать и пользоваться вашими услугами. Также администратор группы. Если администратор группы, какую функцию он здесь выполняет, я не понимаю, зачем мне ему написать. То есть, если у меня была проблема или вопрос по косметологии, я бы написал вам. Администратор, если он занимается только тем, что постит, я рекомендую вскрыть ее просто, оставить только у вас. Если администратор насчет какую-то функцию для потенциальной целевой аудитории, напишите, по каким вопросам к ней обращаться. В целом, давайте пока на этом все. Это вот краткий обзор я вам сделал. Что можно улучшить? Вот просто примером сейчас покажу, допустим, как выглядит Вики-меню, о котором я говорю, как мы сейчас это реализуем. Если у нас, допустим, есть услуга по татуазу, есть мастер, да, мы показываем, что делаем. Здесь услуг немного, можно отобразить товар красивенько, показатель, да, там, в них же заложить примеры работы обязательно, которые делал мастер, описание. Дополнительно можно создавать различные Вики-странички. Сложностей может заходить до того, что мы можем реализовать целый сайт здесь. Тут мы отображаем сразу все цены, какие преимущества, что человек сделал, кнопки записаться, которые сразу перейдут к диалогу. Это призыв действия, здесь номера телефонов. Если интересно посмотреть, сейчас покажу один из, наверное, самых таких сложных наших проектов по созданию именно таких меню. Это клиника Новосибирская по очистке организма. Сделали им вот такое меню, все делали собственноручно, ручками, дизайнили, крепили, кодили. Здесь мы можем рассказать о клинике, показать обязательно, там, фотографировали все это, ну, то есть собирали много материалов. Потому что люди, у людей важно вызвать доверие, да, там, что мы лечим, там, описание, везде кнопка «Призыв действия». Ну, все, все, все здесь есть. Вернуться в меню. Там, о врачах немножко, да, мне фотосессию провели, мы все рассказали. Обязательно тоже увеличить доверие. Там какие-то статьи постоянно выкладываем. Патенты, ну, тоже важный, важный критерий, то есть если есть какие-то сертификаты, патенты, дипломы, все обязательно должно быть. Все они отсканировали, все выложено. Вот. Методы лечения, пожалуйста. Здесь можно везде записаться. Все эти кнопки ведут, как бы, ну, к главврачу. Ну, вот, есть какие-то продукты у них, мы их и здесь так отобразили, в таком, в таком дизайне. Тут как сайт полноценный. То есть, ну, кликаем на иконку, переключается на следующее, заказать, пожалуйста, стоимость. То есть, ну, то есть, теперь вы можете увидеть, да, какой сложности может быть такое меню. Вот это очень сложный проект, который мы реализовывали, наверное, ну, недели две, потому что мы прорабатывали структуру, мы писали текст, много-много. Но с этим, с этой клиникой мы строим очень долгие отношения, и будет очень крупный проект. Я не рекомендую делать так сложно, я рекомендую делать всегда просто, потому что ваш конкретно, клиент уже знает, да, что ему, скорее всего, нужно. Поэтому надо, чтобы он быстрее там к вам обратился. Это по вот сочетанию там меню с баннером, да, как оно выглядит. Также, ну, очень сильно, я буду все-таки информацию запоменять. Консультацию 400 рублей. Вопрос тоже, насколько нужно ставить платную консультацию. Если вопрос все-таки клиентов актуален, вы можете сделать какое-то время ее просто бесплатной. Я все прекрасно понимаю, вообще платная консультация, конечно, больше, ну, ценится, и человек все-таки, когда он платит какую-то денежку, у него эта ценность вызывает уже, да. Он будет слушать, вынимать, следовать там вашим советам и рекомендациям. Ну, это может отталкивать, по крайней мере. Ну, не уверен, что это надо здесь прямо сразу прямым текстом. Расскажите о себе. Вот. Также напишите мне по поводу ссылки, социальные сети, что еще есть. А, по-моему, написали, что ВКонтакте, только в Инстаграм. Обязательно, обязательно создавайте. Эта социальная сеть, она тоже пригодится, из нее много можно клиентов собирать. Ну, и также напишите мне по вопросу фотографий, что очень важно, как собираются отзывы, да, то есть, или как планируете, или вообще их собирать. И мы можем обсудить с вами дальнейшую стратегию, там, продвижение, что, как мы можем вам помочь. Но, в моем случае, работать придется как нам, так и вам. Поэтому имейте это в виду. И те, кто будет говорить, что вы можете ничего не делать, все будет хорошо, но сейчас так уже не будет. Поэтому нужно все правильно показать, донести для людей информацию, после этого они будут вам доверять и покупать. На этом у меня все. Уверен, что после обратной связи станет еще понятнее, как сделать, как сделать очень хорошо для вас. Поэтому, Вероника, как посмотрите, отпишите мне ВКонтакте, будем думать уже дальше. Спасибо.